друзья тут такую клонище вообще ничего не я ничего не вижу куда ехать это просто ужас помощь при спуске педали не трогаю она не хочет ехать юзом идет по ходу до в дождь здесь полнейшая же долгая ночная дорога время 8 утра мы только подъезжаем что не сделаешь ради убойной рыбалки на убойной реке сколько лет сколько землян здарова еще похудел что-либо привет черт добрались да нормально спать охота все друзья мы упаковались с минуты на минуту выходим вниз по катунь на заветной речке в нашем распоряжении получается два полных дня сегодня завтра и часть воскресенье две ночи я надеюсь мы замечательно проведем время в компании товарищей водометчиков рыбаков как говорится я снова здесь я в бархатных штанах я снова в устье лусу в прошлом году мы открывали здесь сезон водометки в мае крутяк погода пока хорошая очень-очень солнышко греет намека на дождь пока нету но хотя синоптики на выходные обещали дожди ну как вы понимаете вы экипированы точном не страшно страшно без клёвия надеюсь что рыба будет ловиться сезон вода давненько я не был на катуне все какие-то другие места посещаем а сегодня откликнулся на приглашение михаила посетить один из самых крупных и красивых притоков катуне реку суммульта как и всегда спустили лодку в устье урсула с каждым годом делать это все сложнее так как подъезд становится хуже и хуже но других мест липования на катуне поблизости нет в радиусе 40 километров имеется всего два подходящих места одно ниже по течению в районе деревни куюс но оттуда нужно подниматься по реке порядка 40 километров прохождением по большой воде нескольких порожистых участков второе выше в устье реки большой и ломан оттуда вообще идти не вариант так как необходимо штурмовать три именных порога ильгуменский шабаш-1 и шабаш-2 а есть еще кадринская труба которую я вовсе не ходил есть еще одно место но к нему простым рыбакам не подъехать так как дорога проходит через путинскую дачу и туда не пускают без оформленного пропуска ну да ладно главное чтобы дождя не было в дождь отпустил усула с прицепом не подняться воды в котуне еще очень много и вода очень грязная видимо сейчас как раз таки идет таять о ледников хотя сегодня мы ехали ночью перед семинским было 6 градусов на семинском 10 итак мы на двух лодках спускаемся по котуне до реки сумульта здесь всего 3 километра но зато какие виды на левом берегу расположена так называемая дача газпром которую в народе окрестили дача путина чуть ниже этой самой дачи находится удобный подъезд к воде под названием лопата ну как я уже сказал без пропуска туда не пускают а вот и суммута а миш чё по воде нормально по воде да прозрачная здесь на кур на квадрокоптере красиво летать контраст воды суммута рыбная труднодоступная и очень опасная речка в плане прохождения на лодке именно на ней проводит рыболовный тур и мой друг алексей руководитель компании алтай байтур вот и сейчас он где-то здесь стоит лагерем с туристами через несколько километров мы наверняка его встретим для тех кто любит экстремальный дикий отдых тайге и хочет насладиться горной рыбалкой алексей проводит незабываемые путешествия в том числе и на водометной лодке поэтому если у вас есть желание посетите эти поистине прекрасные места обращайтесь к алексею контакты его я оставил в описании к видео иногда мы выезжаем и вместе он как местный житель открыл для меня много прекрасных локаций ссылки на фильм из совместных путешествий в описании а вот и алексей а у вас еще и охранник есть да сколько лет сколько зим алексей значит это твой трехгодовал и подписчик уже ну пойдемте на старт печать в общем поднимаемся здесь алексей алтай байтур отдыхает с туристами или работать с туристами на общем стану не здесь рыбачить они несколько дней сейчас харио заели как раз таки и не поймана вон там ребята блин заходит ужасная туча на печаль к печаль данный момент что клюет по самолке шики у кого-то сине-белый что синие-желтый что-то он оса значит вот я не знаю как это называется вот серое это а светлое брюхо нас лера я она губка здесь получается и вот самую уловистая сейчас на сегодняшний день это вот как ты делаешь только не такие беру ну не такие но все равно тебя походит у меня получше маму бы я сейчас покажу которую получше вот она она вот моя моя же но это неудачно какая-то моя но вот у меня офигенный помнишь как вы на них ловили на помню желудок вы разрезали там есть типа вот в домиках зеленый с черненьким учили не ученик желудки белая в желудке зелененькая учебу я не знаю вот они сказали что рыбы нет да они сказали нету я вот так вот беру сплетню упал и вы ногу так провожу вам скорее заловлю раз отойдет стороны я его опять подносов пройдут но стоит минут пять наверное делает 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 1 1 1 ну или рыбачить не умеет или неправильно муху неправильно подбираю потому что это не уж я их заход беру ты чё прикалываешься это ядовитая змея конечно одного товарища укусила гадюка в больницу везде еле откачая сейчас будет кидаться на тебя пошла на тебя все мы поехали пообщавшись с алексеем и получив информацию по уловистым мушкам поднимаемся выше со мной идет матросом алексей он спонсор моего канала именно поэтому я взял ему поездку поясню для тех кто не в курсе о чем разговор мне часто пишут в личку и в комментариях возьми меня на рыбалку в общем желающих много а я один поэтому на своем канале я подключил функцию спонсорство оформив которую у человека появляется реальный шанс вместе со мной отправиться в труднодоступные места захариусом как это работает в закрытом сообществе спонсоров я публикую объявления с датой поездки маршрутом примерными затратами и прочими нюансами среди тех кто изъявил желание выбираю одного и беру с собой на суммульте я был несколько раз в том числе и на заре увлечения водометами тогда у меня был solar 420 и еще даже без тоннеля с двигателем mercury 25g в то время суммульта оказалась очень сложной рекой правда было это поздняя осенью по малой воде сейчас иду на выдре 480 под тахацу 50 это достаточно экстремально реально злая река она 25 и сюда и сываться не стоит ну сами все увидите так Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дождик начинается Хороший, хороший, 300 грамм Первая рыбина Поздравляю с первой рыбкой На белую? Нет, на красную То ли погода поменялась То ли что Но Хариус не клюет Алексей говорит С утра-то не поймали Более-менее А сейчас у меня вообще ни одной поклевки Там пацаны По два штуки поймали, наверное, и все Как я говорил В эту поездку меня пригласил Михаил В инстаграм и на ютубе его знают Под ником Саттакпай Сумульта для него домашняя река Бывал он здесь много раз И по разной воде Да и по другим алтайским рекам Он походил немало Чего только стоит верхний участок Реки Башкаус Выше Саратанского каньона И река Кумир В общем, очень опытный водометчик-экстремал На груженной лодке плохо, конечно, рыбачить Потому что швартуешься Дотягаешься за день Ну ничего Смотри, какой на нос Сколько воды бывает, прикинь Это ужас просто Это же все водой нанесло Второй подряд Тоже маленький Первый был даже больше На черно-фиолетовую муху Таких отпускаем Вытащил ветку из воды А она вся То ли в ручейниках То ли в чем Они все живые Сплошняком Какой тут хариус Он их и жрет, наверное Смотрите Ужас А мы хотим его поймать тут О, это ничего Таких беру Все одни таких беру На белую, ребята На белую мормышку Самовязаную Пацаны пошли выше Мы тоже пойдем Вот такие места я люблю Вот Вот Течение умеренное Под скалкой Глубина А оно, видишь, всю дорогу несет И несет Кинуть негде условно Ну, шибкая речка Сумульта Шибкая Реально Ухлон большой Она бузует и бузует Всего вот была, наверное Одна ямка-то и была Где пацаны поймали А так все Течение, течение А тут вот стоянка, наверное Скотоводческая Домик какой-то Мы туда как-то заходили Даже давным-давно Кидай Вот здесь дорога идет вдоль самого берега Видишь, вот слева Когда воды много Здесь не проехать Так называемый Курманский домик О, еще раз Домик какой-то Возвращая 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 Курманский домик Мы его называем Первый порог. Я его не проходил ни разу. Я на 25-ке сюда доходил и на полтиннике был, но воды было много. Но где тут ходить? Только где-то по верхам, а тропа идет вот этой стороной. Неужели на новую мормышку, а? Только мормышку поменял, сразу поклевка. Нет, не на новую, на белую. На белую озерные работают. Мы тут проходим легко. Да, ребята, вот здесь сошел сель в прошлом году. Чуть речку не перегородил. В общем, друзья, сейчас мы будем проходить порог. Миша первый, поскольку он уходил уже много раз. Потом я следом... Следом... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Всегда в жилетах спим... Утро второго дня... Поскольку после бессонной ночи в дороге сил не оставалось, вечерние посиделки в кадр не попали. Да особо посиделок-то и не было. Поужинали, закоптили улов и легли спать. Сегодня весь день посвятим рыбалке. Также попытаемся подняться до левого притока реки Сумлюта, реки Балтырган. Но не знаю, удастся это сделать или нет, ведь там вся река в порогах. Рыбалка прямо на стане. Место такое классное пацаны выбрали. Но я-то здесь впервой. Расснулись под звуки дождя по палатке. Сейчас вот дождик прекратился, выглядывает солнышко. Мы завтракаем и начинаем рыбачить. Но до этого маленько попотонемся в лагере. Парни вставали в 6 утра, поймали здесь с Янки. 5 что ли что. Не особо клюет. И вчера вот вечером хариуса потрошили перед тем, как его коптить. Желудки забиты песком и мелкими камушками. Это означает, что якобы хариус чистится. И в это время он не питается органической пищей. И поэтому не ловится. Вчера сильной съемки абсолютно не было. Даже камеру руки не брал, с момента, как мы здесь остановились. Продолжаем отдыхать, продолжаем рыбачить. Замечательный, красивейший реке Сунука. Кстати, вот в этом месте, где мы сейчас находимся, мне раньше быть не доводилось. Поскольку ниже есть порог, сейчас он называется Первый, до которого я поднимался два раза на 25-ки, наверное. Но его проходить не то, чтобы не рисковал. Ситуация так складывалась, что не лазил я в ней. На полтинники в прошлом году подходили. Укол реки значительный. Река имеет характер. И река, и во слив, и во порог. Яма большая, плюс, где наверняка живет крупный хариус. Которого сегодня мы будем пытаться ловить. Не знаю, конечно, что из этого получится. Но что-нибудь получится. Ну все, ребят, мы на рыбалку. Пойдем сейчас вверх. Если далеко не уйдешь, там пороги начинаются. Ну, будем смотреть. Какой кайф здесь, а! Река просто красивейшая. Горы подходят очень близко. Горы высокие. Начинаем брать хариуса. Взял кто-то. Это как так? За хвост поймался. Вы смотрите. За хвост. Я уже думал, хороший, блин. Но он так, так-то он едовой. Но за хвост. Зачет или не зачет? Я думаю, зачет. Ой, малек взялся. На белую. Таких отпускаем. Еще кто-то взял. Тоже маленький, что ли? А, не, это едовой. Вот, та новую мормышку, пожалуйста. Которую я только что поставил, по сути. Так, поменяю вот эту черную. С фиолетовым люрексом. На нее сегодня ничего. Оставить буду. Даже не знаю, что поставить, честно. Вот эту поставлю. Ну, только поменял муху и поклевка. Но клюнул-то на старую. Которую до этого поймал. Такой нормальный хариус. Беру. Интересно, за нижнюю губу ловится. Да есть рыба, есть. Не берется она просто, блин. Что такое? Я вел хариуса, а он затянул под камень, что ли? Это как так? Я даже держать не могу. Он зацепил меня. Вел хариуса. Он нырнул и зацепил меня. Ну, это все. Я даже вытащить не могу. Может, у него там таймень схватился, блин. Это ужас какой-то. Первый раз у меня такое. Я вел хариуса из-под той стороны. Он утопил поплавок и зацепил меня за счет. А как такое бывает? Я не могу даже спиннинг поднять. Течение тянет. Идать и хариус сидит. Весь настрой оторвался он. Небольшой. Этот, похоже, совсем небольшой. У меня сейчас главное, на какую мормышку он берет. Ну, нет, сопротивляется маленько. О, да ничего наоборот. Вы гляньте. Я думал, небольшой, а он вполне себе, вполне себе большой. О, да я такого сегодня еще не ловил. А что я его недооценил-то по весу? А взялся он у нас, друзья. А взялся он на шитика. Я раньше на шитиков вообще не рыбачил. У меня их полно было, но я их пробовал, не было результата. А потом приноровился. И давай. Хороший хорюзок. Мотор защелкнулся, блин, в порожки. Очковый, а тут камень такой обливной. А там он еще здоровый, камень. Я думал, к нему еще прижмет. Не прижало. А вон уже видно, смотрите. Это сель сходил. Попытка номер два. Пойдем к краям. Держись. Вот здесь, ребята, сель сошел. Вот здесь, ребята, сель сошел. Грандиозное, конечно, здесь зрелище. Похоже, всю реку перегораживал сель-то. Натяжку. Сейчас здесь покидаем, посмотрим, можно ли пройти этот порог безопасно или нельзя. Вот, ребята, один из порогов на реке Сумульта. Называется он теперь порог селевой. Поскольку в прошлом году здесь сошел сель. Один сошел ниже, один сошел здесь. Ну, вот здесь можно подняться. Вот от камня сюда. И вот тут выходим, выходим, выходим и пошли. Ну, а вот в этой бочке кельнет запросто. Тут прям настоящая бочка. Ну, а здесь, вот смотришь, тут нормальный проход. Той стороной разгоряешь, сюда уходишь. Вот здесь набираешь скорость и прыгаешь вот сюда, и поперли. Сейчас мы здесь все обрыбачим, а там посмотрим. Взял. Выше порога. Опять-то на морковную. Прикольно. О, ребята, в яме взялся хороший. Идет по течению сам. Даже выходить не хочет. Ну, нормально, не такой уж и хороший. О, таких я так поднимаю. Никакую мормышку-то опять. На морковку сделал кукан. И сразу на кукан его. Все, хочет бах, тут порог. Я тоже хочу. Все, не могу решиться. Не пойму, есть в этом смысл или нету. Как на танке едем. О, еще один взялся. Такого возьму, пожалуй. На шитика. О, на эту я еще не ловил сегодня. Тоже поставил недавно. Все прошло по плану. Как я и думал, бочком здесь тык-тык и проскочил. Без газа, без экстрима. Сейчас пойдем выше. Данное видео было снято в 2020 году. С тех пор оно пылилось в списке множества необработанных материалов. Это я к тому, что лето 2019 года было дождливым. И примерно в одно время здесь сошло два селя. Тогда я как раз был в республике Алтай. Помню, еду вдоль Катуни. Как всегда смотрю на воду, оцениваясь с точки зрения рыбалки. Вода большая и грязная. Проехав Чемал, увидел, что вода поменяла цвет на глиняный. Ну прям сплошная глина. Я еще не понял, что произошло и почему такой цвет воды. И уже спустя месяц Алексей Алтай-Байтур рассказал мне, что на суммулете два селя сошло. А сейчас я убедился в этом поочию. Вот так они, видишь, спускаются, он говорит, медленно. Типа подруливая, но мне так не нравится. Все, здесь будем мрать. Дальше будет видеть. Первый заброс на новом месте. Тут плесик неплохой. Похож на тот, на котором я поймал основное количество хариуса своего сегодня. Малек какой-то. Совсем маленький. О, на эту мормышку я ловил уже. Такого отпускаем. Ох ты, вот это хороший. О, ах ты, сука. Хороший сошел. Прям такой, грамм 300 с чем-то. Клюнул. И опять зацепил меня. О, этот неплохой. Да, на кембрик. Ты глянь, сегодня кембрик начал работать. Харрис-то какой. 280-300. На фиолетовый кембр. Такой пойдет. Опять за нижнюю губу. И на морковку. У него губы нету. Ну, конечно. Да, конечно. Прямо на течение берет, а. Нет, на мормышку. Он сорвался с кембрикой. За нее зацепил сейчас. Идем выше. Редактор субжитров А.Семкин Корректор А.Егорова Место хорошее, какое-то бестолковое Вон ничего, не плохой Хорюзок-то Стенечка хорошо рыбачит Прохладненько На солнце жарко Ах, поклевка была Я его даже видел Нету? Красивейшее место Просто бомба Нету рыбы Всегда, как поставишь камеру, так нифига не клюет Какой-то взял Маленький Ну, такой мелко-ядовой, но я таких не беру сегодня Давай, плыви, не придуряйся Сход Он прыгает, скачет Поднимаемся все выше Здесь горы с обоих сторон вплотную подходят к реке Образуя каньон До Балтергана осталось всего 3 километра Очень красиво, ну просто очень Выше в устье реки Балтерган начинается каскад порогов пятой категории Под названием «Шумы» Тянутся они 3 километра, практически до слияния большой и малой сумульты Но до Балтергана мне сегодня подняться не суждено Дойдя до очередного препятствия, я принимаю решение выше не идти Появилась реальная опасность Да и матрос у меня совсем без опыта А Михаил ушел выше Он на своем штурмовом комплекте Фрегат 480 под двухтактной Ямахой 115 Прошел все, что можно пройти по сумульте на водометной лодке Так как это у него любимая река и он был здесь много раз Посмотрите его инстаграм Поймете, что такое водометный экстрим Однажды Миша с Сергафаном заманили сюда Вову Шатилова Хлебнули они адреналина в ту поездку Воды, правда, было больше Два ролика с того путешествия есть на канале у Сергея Ссылки в описании Все, ребят, это была наша крайняя точка на сумульте Время подходит к вечеру и мы скатываемся до стана Будем готовить ужин, вечеровать, общаться с коллегами, друзьями Поэтому идем вниз На нашем пути будет два порога Спуск всегда самая сложная и опасная часть водометного путешествия Но воды в самый раз И мотором не бьешься по камням и валов огромных нет Поэтому немного попрыгав по сливам Благополучно добираемся до стана Давай, вот он, самый опасный дорог Дорог здесь! Дорог здесь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так мы прошли два порожка. Воды много, понимаешь? Идешь спокойно, лодка не... Мотор не цепляется за камень, ее не разворачивать, ничего. Много. Речка большая сама по себе. Но не доходя до слияния, там два порога их видно сверху. Прям белая вода прибелая. Камень какой-то. Ну, это вот... В принципе, все проходило с грузом плохо идти по таким местам, понимаешь? С грузом. Допустим, если на ночевку туда ехать, надо же везти, вот как мы ехали, полную лодку. Каким-то профи бы на 115, а для полтинника... Ну, это все как бы так. Дождь! Ниже нашего лагеря дождь. Друзья, сегодня нас ожидает вкуснейший ужин. Рецепта я не знаю. Алексей вызвался приготовить что-то вкусное. С меня варка макарон, спагетти, грибы, помидоры, перец, лук, чеснок. Колбаса, я так понимаю, сюда же пойдет. Сюда же пойдет, да. Сыр копченый. Миша все не может нарыбачиться. Кидает, и кидает, и кидает. Вода кипит. А значит, пришло время макарон. Пачка макарон. Ну, а что у нас? Четыре рыбака голодные. Вообще, грибы обжаривать, я думаю, минут 20. Потом подпушить маленько все. Тяжеловато стоять. Узогнутый. Садись. Задний стул стоит. Остатки вчерашнего хариуса. Мы его осилить не смогли. А сегодня будет в самый раз. Но мы его хорошо подсушили. Небольшие, но самые вкусные люди. В сковородку-то влезет, а? Будем ужаривать. Три подхода. Все, смотри, тучу пронесло. Ветра нету. Тишина. Тепло. А в котле макароны. Почти подошли уже. КОНЕЦ Но они уже красивые стали. Золотые. Да, действительно. Верно подмечено. Как Дима тогда сказал. Бешеная картошка. Бешеные грибы. Бешеная дикая кухня. Салатик режется. Шампиньоны у нас доходят. Сейчас мы их переложим на другую тарелку. И будем обжаривать лук. Что, думаешь они готовы? Ну в принципе да. Осталось все. Все обжарить и положить обратно. Они будут заготавливаться. При экономии посуды сложно отделять на ингредиенты. Копченая албаска. Нужно из нее маленько выжарить жир. Жир. И можно больше полагать каучу. Да. Медведи бы не приманить запахом такой еды. Чуть выжарили жир. С колбасы. Теперь закидываем перчик. Сомидор и черри. Опа. Такой вот от горы. Серьезный подход. Я не знаю. Когда такая красота на фоне, можно хоть что в скоротку класть. Смотри, как красиво. Вода такая бирюзовая. Теперь когда у нас овощи осели, добавляем обратно грибы. Надо будет не забыть посолить. Я не знаю. Я бы не солил. Да ладно. Серьезно? Не может быть. Попробуй. Давай. Ммм, вкусно. Мне кажется, она солит. Надо? Ну, она, видишь, придает такой кислый вкус, который вроде как будто бы на соль немного похож. Но они там не соленые. Помогать? Да у нас же слитая. Нормально. Ну, слита там есть маленько воды. Посмотри. Бах. Комочек. Счастье. Масло сливочное добавили. Вот это да, ребята. Это мы сегодня попируем. Домешиваем и начинаем. Долго мы этого ждали. А мы сегодня ушли вверх и не взяли с собой перекусов. Поэтому как утром позавтракали, так весь день голодные ездили. Была у нас с собой картошка сырая и лук. Мы уж думали костер развести, картошки запечь. Но решили потерпеть до вечера. Замечательный ужин в ресторане Алтай. Обалдеть просто. Леха, а что сыр-то добавим? Давай, куда его? Давай. Вообще у нас два вида салата. Один с майонезом, один с маслом. Короче, нам еды походу на завтра. На завтра. Хорошо, что две пачки не сварили макарон. Смотри, сыр расплавился. Леха, а там же есть вроде тарелки? Амья вот с этой нормально? Да? Как с тарелки. Царь Кощей над златом чахнет. Надо рыбу чистить, досолить. Я буду свою коптить. Но сегодня, смотри, нет крупных там, Миш. Сегодня нету. Интересно, вчера такие хорошие ловились. 400 грамм, 500 были. Так, ну что ж, друзья. Будем чистить пойманного сегодня хариуса. О, сколько! А, вот жирный хариус. Жир прям много. О, камни в натуре. Смотрите, сплошные камни. Ничего нету. Сколько камней. Вот, ручейник один был. Здесь солить буду много, потому что буду коптить. Сейчас, 15-20, он поскорит. Я лишнюю соль убираю. Вот, как пилочки. Ну все, друзья. Мы выходим в сторону наших машин. Вниз по сумульте. Будем останавливаться рыбачить в интересных перспективных местах. Ну и все. Задача безопасно, сухо спуститься до Катуни. Думаю, проблем возникнуть не должно. Но у нас здесь один порог и несколько смутных мест. Так и пойдем. На полу грысили по перекатам, по порогам. Река. Не устаю повторять, красивейшая река. Не знаю. Наверное, одна из самых красивых на Ударе, которую, по крайней мере, я посещал. Вот такой здесь порожек. Да, надо заходить. Вот за камнем сразу и этой стороной, стороной, стороной идешь. И вот здесь, возле камня, берешь левее, чтобы вон там удально у тебя не прижало. Ну так-то воды много, я думаю, тут проблем быть не должно. Валы только. Миша, Миша будет спускаться, наверное. Легко и просто. Сейчас мы пойдем в такой же траектории, с той стороны, как я показал, так и будем спускаться. Миша, Миша. Миша, Миша. Миша, Миша, Миша. Тут привязываться надо. Маленький, похоже. Ну, так себе. Сегодня не буду такого брать. Сегодня такого отпущу. Вон он скачет. В самых валах он взял. В самых-самых валах. Вот такого в пору уже взять можно. Такого в пору уже взять можно. Восторожновение В . В. В. ВО. В. В. , в whales. В. Даже не задели. Держись. Ну все, ребят, мы упаковались, как обычно, на дорожку скупались, помылись, и нам предстоит долгий путь до Барнаула, километров 480-500. Но сначала нам нужно преодолеть вот этот крутой подъем от Усти-Урсула на путинскую дорогу, так их что-то называют. Сейчас здесь немного сделали объезд того места, где мы буксовали, или я, вернее, даже буксовал в прошлом году. Ну, посмотрим. Самое главное, что сухо, это должно значительно упростить нам подъем. Я уже включил, когда мы сюда спускались в пониженную передачу, вот сейчас я включаю блокировку, это межосевая блокировка. Все, что можно активировать в Туареге для подъема в эту крутую гору, еще и с прицепом, я включил. Погнали наши городских, с Богом! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Катунь. Ну все друзья, на этом видео заканчивается. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Всегда рад новым встречам. Пока! Собственно, вот так мы и провели три замечательных дня на прекрасной Алтайской реке Сумульта. Спасибо Михаилу, что пригласил в поездку. А матросам спасибо за компанию и непринужденное общение. В общем, до новых встреч и пока! Субтитры сделал DimaTorzok